Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Аделя Шамилова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня в выпуске. 22 иностранных студента облагораживают Яльчик. КФУ и МУП «Метроэлектротранс» подписали соглашение. Ученые КФУ опубликовали результаты разработки, вызывающей гибель раковых клеток. Экспертная сеть «Давыдов Индекс» подготовила рейтинг упоминаемости СМИ ректоров российских вузов. Ректор КФУ Льшат Гафуров занимает третье место в рейтинге, улучшив свою позицию с пятого места. Отмечается, что на июль 2020 года ректор КФУ имеет 56 упоминаний в СМИ. А теперь к другим новостям. Ректор КФУ Льшат Гафуров и генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны приняли решение объединить компетенции в области автоматизации электротранспорта в рамках проработки совместных проектов по созданию беспилотной трамвайной и троллейбусной техники. Смотрим. 30 июля в голубом зале главного здания Казанского федерального университета было подписано соглашение между университетом и МУП «Метроэлектротранс» о стратегическом сотрудничестве в области создания беспилотного электрического транспорта. И поэтому большинство тех наработок, которые представили ваше внимание, они как раз уже, это не просто какая-то идея, а это реально действующий образец. Перед подписанием соглашения генеральный директор «Метроэлектротранс» Асфан Галявов посетил Центр информационных технологий Казанского федерального университета, где ему были продемонстрированы уникальные технологии ВУЗа в области беспилотного транспорта. Это беспилотные трамваи, троллейбусы, другая техника. Также мы будем показывать демонстрации различных технологий, изделий, которые были бы интересны КАЗ «Метроэлектротрансу», то есть вот, ну, в общем-то и рассматривать какие-то альтернативные направления сотрудничества. Напомню, что КФУ является одним из крупнейших держателей интеллектуальной собственности в области беспилотного транспорта на территории Российской Федерации. Мы уже давно занимаемся темой, у нас есть ряд уникальных решений, которые, ну, скажем так, не повторены другими производителями, которые являются именно нашей интеллектуальной собственностью, и они достаточно хорошо подходят для того, чтобы автоматизировать, сделать беспилотным общественный транспорт, по крайней мере, какие-то его части, те же самые трамваи, троллейбуса. 22 иностранных студента КФУ отправились в учебно-оздоровительный центр на озере Яльчик, чтобы привести лагерь в порядок. Департамент по молодежной политике КФУ отправил туда учащихся в рамках программы по временному трудоустройству студентов. О том, как проходит обычный день иностранных студентов на озере в лесах Мариэл, смотрите на наш следующий сюжет. Построенный в 1959 году учебно-оздоровительный центр Яльчик каждый год приглашал к себе в гости отдыхающих. Однако в этом году из-за сложной ситуации с коронавирусом лагерь пустует. Чтобы как-то занять студентов, оставшихся на лето в Казани, Казанский федеральный университет подготовил программу трудоустройства студентов. Здесь студенты отдыхают, здесь же они выполняют мелкие работы по благоустройству лагеря. Немного подкрасить забор, облагородить территорию и обновить обетшалые постройки. Уже не первую неделю 22 иностранных студента Казанского федерального университета трудятся в учебно-оздоровительном центре на озере Яльчик. Такая возможность была предоставлена Департаментом по молодежной политике КФУ в рамках программы по трудоустройству студентов. Перед ними поставлена задача улучшить материальное положение спортивных баз нашего учебно-оздоровительного центра, улучшить состояние жилищных помещений и убрать территорию. Эта работа организована и поэтому студенты в нашем учебно-оздоровительном центре Яльчик живут по определенному расписанию. Распорядок дня таков. Подъем, зарядка, завтрак. После этого обязательные работы на территории центра. Затем обед. В столовой обязательное мытье рук и рассадка как можно дальше друг от друга. На обед первое, второе и компот. После этого встреча, где обсуждаются разные вопросы и проходят уроки русского языка. Как нам рассказали, в лагере студентов учат русской речи, чтобы в новом учебном году им было легче учиться в университете. Сказали, что мы будем работать, играть в волейбол. Там сколько команд нам надо? А у нас сколько команд, мы так и будем играть? Да. После обеда у студентов так называемое свободное время. Каждый может заниматься тем, чем захочет. Однако безделью студенты выбирают активный отдых. Поиграть в волейбол, бадминтон и баскетбол. На свежем воздухе ребята стараются проводить как можно больше времени. После работы я отдыхаю чуть-чуть, потом делаю домашние задания, как всегда. Но мы знаем, всегда у нас домашние задания тоже, и много-многие. Ближе к вечеру снова работа. Студенты не устают. Им нравится проводить время на свежем воздухе. У себя на родине многие из них никогда не занимались подобным видом деятельности. Хотелось бы приехать еще на следующую смену? Да. Я хотела приехать. Здесь очень приятно. Вообще-то классные люди. Вообще-то очень хорошо относятся к нам. И с разбирательством. И все хорошо. Перед тем, как заселить студентов на территории центра, была проведена тщательная подготовка. В том числе обработали местность от клещей и комаров. Каждому студенту ежедневно замеряют температуру. За территорию центра ребят не упускают. Эти меры предосторожности оправдывают себя, чтобы случайно не допустить распространения вируса. Обязательно медицинский осмотр. У всех проверяется температура, состояние здоровья, как у сотрудников учебно-оздоровительного центра, так и у всех студентов. Совсем скоро студенты покинут Яльчик и отправятся в Казань. После них приедет новая смена студентов. Однако у всех, кто покинет лагерь, останутся воспоминания о приятном времяпрепровождении на озере. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Универ, Ньюс. Биологи Казанского федерального университета опубликовали результаты создания совместной российско-итальянской разработки нанокомплекса, вызывающего гибель раковых клеток. Уникальность препаратов в том, что все здоровые клетки при этом сохраняются. О том, как работают нанотрубки, чем их заполняют и насколько они облегчат жизнь онкобольным, смотрите в нашем сюжете. Ученые КФУ разработали нанопрепарат, способный избирательно убивать раковые клетки. Его особенность состоит в том, что он практически не навредит другим клеткам в организме больного, а доставляют к опухолю его с помощью специальных керамических нанотрубок из галуазита. Их размеры от 600 нанометров до 2 микрометров в длину позволят адресно отправлять препарат в нужное место в организме. Подробно о таком методе лечения доктор биологических наук Равиль Фахрулин рассказал в эфире программы «Смотрите, кто пришел» на Универ ТВ. Представим, что у нас есть какое-то лекарство, которое поступило в организм или какой-то антибактериальный препарат, который находится на поверхности. Он начинает действовать моментально и очень быстро. У вас есть стадия, в которой концентрация лекарственного препарата очень высокая, и стадии, где концентрация очень низкая. То есть фактически препарат действует не все вот это время, не 12 часов между приемом таблетки, а несколько первых часов, а потом он практически не действует. Нанотрубки позволят избежать этой проблемы, высвобождая активное вещество постепенно. Можно рассчитать скорость, и у нас действие препарата будет осуществляться не вот таким вот взрывообразным характером, а постепенно, последовательно. В итоге мы можем снизить концентрацию препарата, добиться уменьшения побочных эффектов. Ну и кроме того, наверное, точечную бомбардировку. В идеале, да. Конечно, мы стараемся разрабатывать такие системы, которые могли бы воздействовать конкретно на какой-то изолированный участок. Несмотря на то, что препарат будет поглощаться самыми быстрорастущими клетками, избирательность такого метода пока относительна. Тем не менее, урон для организма будет отсутствовать или, по крайней мере, окажется незначительным. Можно будет теоретически подобрать такое соотношение концентрации препарата, распределение препарата в нужных, скажем так, областях организма, которое позволит в первую очередь ликвидировать пораженные клетки или органы. По крайней мере, приблизиться к этому. Метод доставки и нано-препарат разрабатывались биологами КФУ совместно с коллегами из итальянского университета Палермо. Ученые надеются, что их разработка позволит значительно повысить эффективность лечения онкобольных. Когда речь идет о пересадке органов или о лечении каких-то заболеваний, существует целая цепочка того, что должно быть сделано с момента какого-то научного открытия и до того, как результаты этого открытия поступают в больницы, и врачи могут официально лечить пациентов этими лекарствами или с использованием каких-то новых технологий, которые были получены в лаборатории. Камиль Гимазденов, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Адель Шамилова. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok